Для того, чтобы создать новое упражнение в ресурсе Learning Cups, вам нужно зайти под своим логином и паролем и нажать на кнопочку «Новое упражнение». Дальше мы из перечня предлагаемых видов упражнения выбираем то, которое нам нужно. В данном случае мы хотим сделать «Кто хочет стать миллионером». Нам предлагается посмотреть разные примеры, каким образом можно построить это задание. Если мы эти примеры посмотрели, то потом мы нажимаем на кнопочку «Создать новое приложение». В данном месте мы пишем наше название. Например, у нас здесь будет «Культура Древней Руси». Постановка задачи – это мотивационный вопрос, который мы будем задавать нашим пользователям. Например, «Проверь свои знания» или «Выиграй миллион виртуальный» или еще какое-нибудь предложение. Первый вопрос 500 рублей стоит, значит, он должен быть какой-то несложный. Мы можем задать такой вопрос, например, ну, уже самый простой вопрос, который мы уже проходили, что такое христианство или когда было принято христианство. Собственно, здесь мы задаем вопрос «Назови год принятия христианства». Проверяем ошибки. В правильном ответе мы пишем «Год принятия», а в неверных ответах – «Года», которые могли бы запутать нашего пользователя. Если мы хотим, чтобы у нас в нашей игре было несколько вариантов вопросов, то вот на эту кнопочку «Add Questions» мы можем нажать, и тогда при каждой новой игре у нас будет выпадать новый вариант. Таким образом, мы заполняем все остальные вопросы. Опять же повторюсь, что мы можем добавлять несколько вариантов, то есть не 5 вопросов, а 10. И обратную связь мы можем оставить, какая здесь есть уже по умолчанию. А можем, так как чтобы нам ребенок или пользователь не предлагал, не присылал скриншот, мы можем здесь написать какое-то кодовое слово. И тогда в качестве ответа на вопрос он может нам прислать кодовое слово. Например, «Кодовое слово культура». То есть это кодовое слово он узнает только тогда, когда дойдет до миллиона. В блоке «Помощь» мы можем написать некоторые подсказки, но обычно это поле оставляют пустым. Дальше мы нажимаем «Установить и показать в предварительном просмотре». Проверяем, все ли мы написали правильно, нет ли у нас ошибок, все ли так получилось, как мы хотели. И нажимаем на кнопочку «Сохранить приложение». Ваше упражнение будет сохранено в «Моих приложениях» в папочке. И учитель, который вам выдал логин и пароль, увидит его в блоке «Своих классов». После этого вы можете использовать адрес, который указан под картинкой вашего приложения, и дать попробовать порешать его своим друзьям, коллегам, одноклассникам, на своей страничке выложить. И у вас будет количество просмотров увеличиваться. Уверена, что у вас все получится.